А в Чувашии определили лучших государственных и муниципальных служащих. Конкурс проходил в конце прошлого года. Претенденты защищали свои работы и предлагали новые проекты по улучшению реализации государственной политики. Сегодня на торжественной церемонии стали известны имена победителей. Стать лучшим государственным служащим значит подтвердить свою высокую квалификацию. Поэтому конкурс, который проводится уже четвертый раз, вызывает большой интерес среди потенциальных участников. Стать победителем получается у тех, кто ежедневно работает над достижением высоких результатов в профессиональной сфере и вносит свой вклад в развитие региона. Наверное, любой день любого человека начинается с того, как во многих местах говорится, когда ты идешь, наверное, с удовольствием на работу. Есть работа плановая, есть работа экстренная. Если делить вот по таким критериям, наверное, нашу работу работников всех министерств, я бы хотела бы, наверное, отметить, что на работы наши в основном происходит в экстренном режиме. Мы порой даже не знаем, где рабочий день наш начнется, где закончится. За звание лучшего государственного гражданского служащего в этом году боролись 18 человек из 15 госорганов. За звание лучшего муниципального служащего 51 участник. В результате лучшим госслужащим была названа Нина Емельянова, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минздрав соцразвития Чувашии. Лучшим муниципальным служащим городского округа – начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Канаш Искандер Менгалеев. А лучшим муниципальным служащим поселения – заместитель главы администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Людмила Канылина. Подобные конкурсы дают огромный толчок для внедрения новых идей, для того, чтобы в последующем познать опыт других муниципалитетов и попробовать все самое лучшее соединить у себя, то есть непосредственно в городе Канаш. В этом отношении я в процессе общения с коллегами, которые участвовали в этом конкурсе, почерпнул очень много полезного, о чем хотел бы рассказать непосредственно в своем муниципалитете. И надеюсь, тот положительный опыт, с которым мне удалось ознакомиться, мы его у себя в городе Канаш благополучно реализуем. Все были в равных условиях, вот я попрошу в этом не сомневаться. Я изначально сказал, вы уже для себя победители, могу это сто раз повторить, и знаю, что это на самом деле так. Все участники конкурса будут включены в кадровый резерв управленческих кадров Чувашской республики. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.